Привет, друзья! Это новый выпуск программы Оренбург Лайф. Сегодня с экспертами поговорим о судебном процессе над бандой киллеров, который вызывает массу вопросов. На скамье подсудимых, организаторы преступной группы. Подробнее об этом чуть позже, а пока о событиях, на которые мы не могли не обратить внимания. В Оренбурге, собственно, как и в большинстве других регионов, в очередной раз наблюдается рост заражений коронавирусом. Вероятно, это та самая волна, вызванная омикроном. В ближайшее время в регионе начнется детская вакцинация. Оренбурге ждет вакцина от ковида. В правительстве области заявляют, что без согласия родителей никто детям прививки делать не будет. Госдума ужесточила наказание для педофилов. Теперь из-за преступления против детей будет грозить пожизненное лишение свободы. Жизнь оренбургцам портят коммунальные аварии. В Гае жители многоэтажек 12 часов сидели без отопления и горячей воды из-за порыва на трубопроводе. Через несколько дней подобная авария произошла в Новотроицке, оставив без воды, в том числе пациентов ковидных центров. В Дамбаровском районе жители села Ащебутак находятся в противостоянии с властями и руководством компанией, которая затеяла разработку карьера на окраине населенного пункта. Жители против. Тема вышла на федеральную повестку, и многие проводят аналогии с башкирским Куштау. А еще шоу под названием «Конкурс мэра вдруг забуксовал». Комиссия так и не определилась с возможными кандидатами на должность городоначальника. Об этом тоже поговорим с нашими экспертами. Подробнее об этих новостях вы можете прочитать на нашем сайте оренград.ру. Итак, на этой неделе областной суд начал процесс над двумя обвиняемыми в совершении резонансных убийств. Александра Оршлета и Виктора Бертхольца называют организаторами преступной группы. Они не признают вину, в отличие от двоих своих подельников. Белкина и Казачкова, которые пошли на сделку со следствием и получили 21 и 19 лет лишения свободы. Журналисты следят за этим делом, и как бы мы этого не хотели, но возникают какие-то сомнения, которые вполне справедливы и оправданы. Мы еще помним, как в убийстве предпринимателя и ребенка обвинили троих жителей Абдулина. Я так понимаю, что пока и засекречиваю дела, и не очень рада журналистам, во-первых, ввиду широкого общественного резонанса, и, во-вторых, потому что не найдены якобы и заказчики, и один из исполнителей еще находится в розыске. Возможно, сейчас действительно следователи перестраховываются, помня ту историю, и не хотят, чтобы журналисты совали свои в носы в это дело, уж надо просить, что такими фразами говорю, для того, чтобы копались, разбирались, потому что двоим-то приговоры уже вынесли, а фактуру мы никакой не знаем. И дальше вот просто чисто интуитивно мы должны принимать решение. Верим мы в то, что эти люди совершили преступление? Не верим? Почему они сознались? Ну, может, их тоже там избили до полусмерти, и они сказали, что да, мы виновны. Кто его знает, как это все было сработано? Самое главное, что если есть доказательная база и дают признательные показания, более того, что многое, о чем идет разговор в этих показаниях, оно совпадает, допустим, когда находит и показывает тела бомжей, на которых тренировались в умении убивать, все это наводит на мысль, и детали, о которых рассказывает, наводит на мысль о том, что действительно эти люди принимали участие в убийстве. Меня смущает такой момент, что очень много самых разных эпизодов, судя по всему, вменяют этим людям и убийства бездомных людей, и поджоги автомобилей. А может быть такое, что решили на людей сейчас навесить просто какие-то нераскрытые за несколько лет дела самого разного характера, потому что, ну уж если отправлять почти на пожизненное, тогда кучи, давайте все на них спишем. Меня всегда вызывают такие истории и вопросы, тем более там по бездомным, какая там доказательная база, для чего было тренироваться на бездомных, для чего нужно было машины эти поджигать, пока мы не понимаем. Тогда следствие буквально обнародовало всю информацию, которая полностью дискредитировала задержанных, и машину установили, на которой двигались предполагаемые убийцы, и окурок нашли, а экспертиза подтвердила, что курил один из обвиняемых, а самое главное, добились, это слово здесь ключевое, добились признательных показаний от людей, у которых в итоге оказалось алиби. Тогда трое мужчин даже провели несколько суток в СИЗО. В своем качестве следователь указал, что Шахалиев подозревается в совершении особо тяжкого преступления против личности, в том числе в отношении малолетнего ребенка. В качестве наказания за данное преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы, исходя из особого опасного характера расследуемого преступления, личности подозреваемого. По мнению выгодно-предварительного следствия, имеется все основания полагать, что Шахалиев в случае применения в отношении его иной, более мягкое мероприщение, чем заключение по стражу, может продолжить совершать преступление, а также скрыться или иным путем восприняться с производством по уголовному делу. Мы не можем не вспомнить азербайджанцев, которых задерживали и обвиняли тоже в убийстве одного из этих предпринимателей. Потом оказалось, что у людей алиби, они незаконно провели некоторое время в СИЗО. Поэтому, конечно, теперь мы всегда должны с некоторой настороженностью относиться ко всему, что говорят следователи. Я тогда имел небольшой разговор с одним из наших следователей. Он посетовал, что все наши наработки, которые мы по горячим следам начали делать, москвичи приехали, они все перечеркнули. Помните, тогда начали приоры обследовать, кто где был. У меня тогда была приора, она другого цвета не подходила. Но ко мне приходили на работу. Я потом приору гонял в следственный комитет, давал объяснение. Там чуть ли не отпечатки пальцев у меня брали. То есть это была такая валовая работа. Она большая, но нерезультативная и не дала результата. А если дала, то навела не на те следы, в общем-то, получилось. Понятно, что эта нервозность, она тогда и привела, скорее всего, к этим первым печальным результатам, что были арестованы невиновные. Да и без этого сегодня в деле банды убийц, которые уже расследованы и двое осуждены, имеется масса вопросов. Мотивы, заказчики, вероятная связь между убийствами, роли каждого из киллеров, не намека хотя бы на какие-то обстоятельства и причины. Мы сначала должны разобраться с тем, связаны ли все эти три убийства между собой, мотивами и некими событиями, или они связаны только тем, что якобы вот была какая-то группа людей, которых можно было нанять для того, чтобы заказать чьё-то убийство. Потому что если они связаны, это значит одни какие-то теории и версии. Если эти убийства не связаны, то здесь по каждому делу мы можем выстраивать отдельную цепочку, отдельную линию. Пока очень мало какой-то есть фактуры, говорящей о том, что этих людей что-то объединяет, кроме того, что они все живут в Оренбурге. Я думаю, что это очень сложная работа, и, может быть, мы и не узнаем заказчиков, хотя бы потому, что если думать, хотя бы размышлять о механизме, что нанимая на такое дело, заказчик должен, конечно, подстраховаться. Начиная от, допустим, безопасности и здоровья родных и близких этих убийц, которые находятся под следствием сегодня. Ну, кончая, может быть, их собственной жизнью. Потом опыт показывает, что иногда находятся заказчики через даже десятки лет. Кто были заказчики? Если исполнители задержаны, и более того, есть те, кто пошли на сделку со следствием, то что это может быть за сделка, когда не названы исполнители? Точнее, заказчики этих преступлений. Мне непонятно. Самое главное, что не только мы, как журналисты, не понимаем мотивов, потому что мы только-только присоединились к этим судебным процессам, и мы не смогли даже услышать государственного обвинителя на самом первом заседании. Но, судя по тому, что говорят, родственники убитых, они не понимают, какие были причины для убийства. Вот даже когда они в судах сейчас выступают, я так понимаю, что у них нет знания о том, что стало причиной убийства. Потому что они даже вступают в некоторые диалоги с обвиняемыми, и они задают им вопрос, а что получается? Там вот магазин или какое-то имущество стало причиной убийства? Нет у людей этого понимания, хотя они, получается, знакомились с материалами дела. То есть они видели все протоколы допросов. Получается, в материалах дела нет ответа на этот вопрос? Поражает и та жестокость, с которой были совершены эти убийства. Вот скажите, может ли неподготовленный человек сначала пытать, заковав в наручники? Затем убить женщину? Перерезать горло другой своей жертве? Убить еще одного человека в этом же доме? После этого искать жесткий диск, где хранятся записи с камер наблюдения, а затем не броситься убегать, а заботиться припаркованным автомобилем, пытаться его завести и лишь после этого спокойно, заметьте, уйти. Сможет ли неподготовленный человек, убивая очередную жертву, наносить множественные ножевые ранения ребенку? Я уже более, наверное, 10 лет являюсь членом комиссии по помилованию, здесь у нас региональной. И, честно говоря, сталкивался с такими, примерно такими, с преступлениями. Причем, ну, это не у нас совершенными, там и в Саратовской области, там, в других областях, просто у нас, в наших исправительной системе отбывает наказание, и они пишут прошение о помиловании. И, конечно, иногда просто думаешь, ну, вообще, вот человек ли это? Как он может пойти на то, что там душит женщину, затаскивает его дом, чтобы замести следы, поджигая дом, зная, что там двое маленьких детей, и он сжигает их заживо, там, или... Ну, много таких случаев можно привести. Наверное, это они воспринимали как свою работу. Такие вещи могут совершать только, конечно, полнейшие отморозки. Вот прям совсем, наверное, люди без башни, без любых ограничителей. Наверное, это вопрос к профессиональным психологам и психиатрам, что за психотип должен быть у людей, которые идут на такие вещи. Ну, то есть это не самооборона, это не разбой, где случайно вернулись жильцы, и вот ты, чтобы тебя не увидели, не опознали, там, убивает человек, другого человека. Это целенаправленные, жуткие действия в отношении ребёнка, женщины, с особой жестокостью убитые мужчины. Ну, с другой стороны, мы даже за последний год с вами слышали о задержаниях разных преступных криминальных группировок. То есть я так полагаю, из того, что я слышу и вижу в новостной повестке, даже в официальной, что для Оренбурга, к сожалению, это не редкость, когда в кримина... Во-первых, что есть такие криминальные авторитеты, криминальные группы с неплохой организацией внутри, плюс совершающие разные одиозные, провокационные поступки с особой жестокостью. То есть для Оренбурга получается, вот для криминального мира Оренбурга это в некотором смысле уже, наверное, такое традиционное явление. Когда они пошли тренироваться на людях без определенного места жительства, то они уже перешли черту. То, что чувствуется, что была определенная подготовка, что они не просто вот как-то подумали, а давайте вот мы что-то сделаем. Они имели каких-то наводчиков, они прорабатывали все это. На самом деле, мне кажется, организация была достаточно у них такая мощная. Мы будем продолжать следить за этим судебным процессом. Вероятно, все же будут обнародованы какие-то данные, которые все-таки смогут развеять наши сомнения и поставить все на свои места. А исполнители и заказчики понесут самое суровое наказание. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки и переходите на наш портал оренград.ру. В Оренбурге продолжаются крещенские гадания. Только в отличие от традиционного обряда начались они еще в декабре. Пока так и не ясна ситуация с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Информация о его уходе была обнародована РБК еще в декабре прошлого года. После этого в обществе и начали гадать. Когда уйдет, куда уйдет, кто вместо него придет. Продолжается это до сих пор. И внятного ответа ни от пресс-службы, ни от самого Паслера никто пока так и не услышал. Есть официальные сайты правительства, президента. Там, что называется, все своевременно публикуется, информируется. Я не видел этих документов, не могу ничего прокомментировать на эту часть, потому что, ну, когда будет предмет, тогда и будем разговаривать. Если бы я это сделал, вы бы, поверьте мне, узнали, и мы бы в этом официально сказали. Это очевидно. Во-первых, есть уже, как мне кажется, определенные структуры, которые зарабатывают на этом, определяя рейтинги губернаторов, определяя там количество их публикаций и все остальное. Причем рейтинги с разными подходами. Потом, когда определяют, что губернаторы попадают в зону риска. Это такая медиатема, которую с удовольствием подхватили СМИ. И ясно, что эта тема вызывает у широких слоев населения интерес. Ну, она, в общем-то, и поддерживается. Не исключаю, что есть определенные недоброжелатели из различных структур. Это может быть и бизнес, это может быть бывшие там правительства, члены правительства и так далее, которые эту тему поддерживают. Давайте вернемся, наверное, к 2019 году и попробуем для себя ответить на вопрос. Как вы думаете, хотел ли Денис Паслер становиться губернатором Оренбургской области, в которой он до этого бывал пару раз. И по его рассказам после этого он был удивлен, что здесь даже тротуаров нет. Вспомните, он приехал в такой серенький, коричневатенький Оренбург, где только сошел снег, где еще не провели субботники, все грязное, все не очень привлекательное. И более того, человек с доходом больше, чем в 200 миллионов рублей перешел на губернаторскую зарплату. Ну, это где-то, я так понимаю, в пределах 5 миллионов рублей, точно не больше, а даже и меньше. Ну, вот вы себе просто задайте вопрос, хотел ли человек с учетом всех обстоятельств приезжать сюда работать? Я думаю, что изначально он не очень хотел. Но, наверное, это была такая ситуация, где невозможно отказаться от этого предложения, от этого фактические назначения. Искал ли он на протяжении всего этого времени работы возможности для того, чтобы изменить свой вектор карьеры? Я думаю, что, безусловно, искал. Была ли, возможно, в декабре какая-то точка или осенью еще, когда он понял, что все хорошо бы вот именно сейчас уже уходить с этой должности? Ну, возможно, была. И я не верю, что слухи об отставке губернатора рождались на пустом месте. И все же большинство в обществе склоняется к тому, что шума без огня не бывает. Вопрос только во времени и, вероятно, в кандидатуре, которая сможет заменить паслера на его посту и которую просто пока не могут подобрать. Мы же тоже слышим все эти разговоры о том, что очень сложно найти подходящего губернатора для Оренбургской области. Потому что, как существовала в советское время вот эта система лифтов и продвижения кадров, когда люди были замотивированы на работу, на карьерный рост, потому что тебе это давало дополнительные блага, сейчас это не работает. Ты можешь в бизнесе продвинуться гораздо дальше, выжили на какой-то министерской должности, не очень пыльной, получать гораздо большую зарплату, чем губернатор с такой колоссальной ответственностью. Желающих-то не осталось. Вот назовите мне кого-то среди оренбургской политической элиты, кого можно было бы представить как готового потенциального губернатора. Либо у человека такая биография, что мама не горюет, там наверное 15 папок во всех структурах, либо просто человек не готов по компетенции. Мы все понимаем, что он управленческий будет слабым. Вероятно, с этими гаданиями связана и неопределенность шоу под названием «Избрание мэра Оренбурга». Конкурс, начавшийся в декабре прошлого года, так к своему логическому завершению и не подошел. Оглашение кандидатур на этот пост все время переносится. Адекватных объяснений никто не приводит. По выборам мэра, мне кажется, там немножко в другом проблема, что все-таки проявив такую демократию, пропутив 20 человек, среди которых проблема даже не в том, что много случайных, а могло оказаться, которые могли заинтересовать чем-то своей программой и так далее. И в этом можно просто увязнуть. То есть это еще раз подчеркнуть, что тоже эта либо система в какой-то доработке нуждается. По факту, может быть, и 30 человек, и 40, и это может растянуться вообще ни на два, ни на три месяца. Я не вижу никакого логического объяснения такой длительности этой процедуры по отбору кандидатов на должность главы, кроме как, что это связано с возможной сменой губернатора. И если все действительно так, то, наверное, это очень плохо, потому что это говорит опять же о том, что Сергей Салмин идет на эту должность только в связке как человек Паслера, как человек, у которого сложились определенные договоренности с Денисом Паслером, и, наверное, он тоже для себя понимает, что не факт, что он останется в этом кресле или захочет продолжить работу с другим губернатором. Так и живем. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, заходите на наш портал оренград.ру. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok